Привет! Как дела? Сегодня в продолжении моего рассказа о первой поездке в Европу в августе 2003 года я расскажу про Голландию, про Амстердам. Еще раз напомню, что все, что происходило со мной в пути, я записывала вот в этот вот ежедневник и потом оформляла в некий рассказ в журнал под названием АМ Анастасия Мищенко, где я описывала уже в красках, что же со мной произошло в Европе во время первого путешествия в 2003 году. Итак, заплутавшие в Амстердаме. В Амстердаме почти все ездят на велосипедах. Передвигаться по городу с каналами очень удобно только на стальном коне. Причем это вполне престижно. Ездят и богатые в костюмах от Гуччи, и бедные бомжи, и толстые в обтягивающих одеждах, и худые в длинных юбках и массивных кофтах. Вступив на велосипедную дорожку, берегитесь этих призраков на спицах. Нужно крутить головой, как флюгер по ветру, чтобы не попасть под их колеса. Они появляются откуда ни возьмись, как из-под земли, как будто материализуются из параллельных миров. Если тебя собьет велосипедист, беги от него как можно дальше, даже не думай высказать ему свое недовольство и фи, и обложить его своей богатой русской речью. А то схватит тебя и потащит в полицию. И за то, что сбил тебя, еще получит деньги, где-то 40-60 евро, которые ты отдашь, оплатив штраф. Конечно же, при условии, если это произойдет на велосипедной дорожке, которые в Амстердаме не отличить от пешеходных. В общем, я сделала вывод. Если умеешь крутить педали, в этом городе ты бог. В Амстердам мы приехали в 6 утра. В пригороде меня удивило море огней, которые тянутся от трассы гирляндами фонариков к каждому дому. Было впечатление, что попала в сказку, где все блестит и сверкает. Этой ночью я маялась бессонницей, никак не могла уснуть, уступив свое место у окна Ане. Но зато как будто в награду мне удалось лицезреть этот маленький сказочный мир. После прибытия на стоянку мы пошли на железнодорожный вокзал, где переоделись и почистили перышки за 50 центов. Причем автомат, вход в туалет, который глотает монетки, категорически отказывался принимать русских гостей. Хозяин долго пытался починить его, не пуская нас внутрь, но бесполезно. Так и пришлось ему отключить автомат и собирать мелочь вручную. Вскоре мы отправились на экскурсию, из которой узнали очень много интересных правил, традиций голландской столицы. Например, туалеты для женщины на улице не предусмотрены, а для мужчин – пожалуйста. Увидишь будку, похожую на пляжную раздевалку, заходи и делай свои мокрые дела. Причем снизу, где-то до колен, твои ноги открываются на всеобщее обозрение. Да и ветер поддувает со всех сторон, замораживая конечности. В общем, никто из наших мужиков не решился опробовать этот закуток. Мы шли по улочкам Амстердама, и я захотела сфотографироваться на фоне готического сооружения. Мы с Сережей и Аней под зонтом. Хороший кадр, но как жаль последний. Я уже все три пленки, что брала с собой и стратила. Буду покупать еще одну. Ну, напомню, что тогда были только пленочные фотоаппараты, цифровых еще не было. Мы постепенно приблизились к улице Красных Фонарей, и вот невезение. Как сказал нам гид, эта улица только что уснула, и мы сейчас не сможем увидеть ничего интересного. Но гид нам рассказала немножечко об этой улице. Я сделала вывод. Если хочешь стать коллегой, то сфотографируй кого-нибудь на этой улице, и большая разборка с применением кулаков, а иногда и ножей, тебе обеспечена. Тебя так отлупят секьюрити женщин, продающих себя, что мало не покажется. Да и обычный прохожий может помять твое личико, если ты направишь объектив в его сторону. Не важно, что ты хотел сфотографировать вон то красивое здание. Это уже не докажешь никому. Ведь быть запечатленным на этой улице уже компромат. А если ты женат, и у тебя куча детей, ну, автопарате уж и говорить не приходится. Кстати, видеокамер это тоже касается. Их можно будет только вспоминать, какой же марки они были. А какие ценные кадры пропали. И все из-за одного неосторожного взмаха рукой. В общем, заглянув в окна нескольких витрин, в которых обычно сидят красивые девушки и призывно смотрят на тебя, мы обнаружили лишь гладко застеленные койки, как в летних детских лагерях, небольшие тумбочки с зеркалами и несколько стульев. Вот и все убранство этой крохотной коморочки, в которой дамы принимают своих кавалеров. Далее мы отправились на алмазную фабрику. Путь на фабрику был не близким, да и опасным. Нас постоянно норовили сбить эти чертовы велосипедисты. Но мы, преодолев все препятствия, очутились на маленьком производстве обработки алмазов. Нам рассказали, что ценность бриллиантов зависит от цвета алмаза и его огранки. Самый ценный цвет – прозрачный, затем желтый и синий. А самая дорогая огранка – в виде сердца. Во всем мире его могут сделать только два мастера-профессионала. Затем по убывающей формы овала, квадрата и самый дешевый круглый бриллик. Пока все дружненько пили кофе, я сбегла в близлежащие магазинчики поискать пленку. Но вместо пленки купила сувенирных карандашей в небольшой галерее искусств. После фабрики мы отправились к речному трамвайчику, на котором должны были продолжать знакомство с городом. До отправления оставалось 15 минут, и мы всей горьбой пошли в близлежащий супермаркет, где разбрелись как муравьи. Я направилась искать подарки и сувениры. Затарившись, мы пошли на пристань, где сели на речный трамвайчик и поплыли по каналам с русским гидом, который раздала нам российские флажки. Надо сказать, что погода в Амстердаме нас не порадовала. Моросил мелкий дождик. На трамвайчике есть окна и стеклянный потолок, через который мы должны были вглядываться в старинные сооружения и улочки города. Но так как все окна запотели, поначалу мы ничего не видели. Затем догадались, что форточки открываются, после чего наконец-то начали рассматривать город. Мы с Аней попросили Гагика, товарища из Волгограда, запечатлеть нас на его фотик, так как у нас у обеих закончились пленки. Он согласился, пообещав впоследствии прислать фото по имейлу. Из всей экскурсии на трамвайчике я запомнила только то, что наиболее престижным жилищем здесь является плавучий дом, который швартуется к берегам каналов. Если тебе надоело жить в этом канале, ты отшвартовываешься и переплываешь на другое место. Жителям этих домиков лучше всего тогда, когда проходит фестиваль регат раз в пять лет. Тогда все они выплывают в Северное море и прямо из окна наблюдают представление, а потом опять плывут домой. Не избежала я и острых ощущений. Улицы в этом городе не такие, как у нас. Может, конечно, у нас есть такие города, но я не встречала. Та паутина, которая изображена на карте, не помогла нам в нужный момент. А ведь нас предупреждали, что шаг влево, шаг вправо и не найти пути, куда дальше идти. Но обо всем по порядку. После прогулки по каналам Амстердама мы все пошли на цветочный рынок покупать специфические голландские сувениры, луковицы тюльпанов и башмачки. Я шла вместе с Денисом, с которым мы гуляли в Диснейленде, под одним зонтом. Ведь этот город вечного дождя так и не порадовал нас появлением солнышка. У Дэна не было зонтика, и он с радостью согласился носить его над нами обоями. Так вот, мы выбирали себе сувениры, и я еще судорожно пыталась найти магазин, где могла бы приобрести фотопленку. Вдруг через дорогу я увидела вывеску Коника, тогда еще была такая фирма. Мы пошли туда. Я купила пленку на 24 кадра за 3 евро 80 центов и сразу вставила ее в фотоаппарат. Но это была не последняя моя цель, ведь я не купила в Париже, как обещала косметичку маме. И стала искать ее в Амстердаме. Мы пошли по магазинчикам перпендикулярно улице, на которой располагался цветочный рынок. Я думала, что мы быстро найдем косметичку, купим и пойдем назад. Магазины уводили все дальше и дальше. Мне в мою дурную голову пришла бредовая идея идти параллельно главной улице. Мы свернули в сторону вокзала и пошли. Почему мы не вернулись назад? Потому что были далековато от рынка и решили срезать. Вот и срезали. Проходя мимо кафешек и ресторанчиков, мы начали понимать, что зашли не туда. Последним фактом, который окончательно смутил нас, была обычная дверь в жилом доме, мимо которой мы прошли. Там мы почувствовали какой-то странный запах, а на двери увидели какие-то граффити и рисунок. Это был листочек марихуаны. Мы прошли еще немного, постепенно осознавая тот факт, что зашли в какой-то закоулок. Вокзала все не было, а до отъезда нашего автобуса оставалось 20 минут. Я еще во что-то верила, так как думала, что мы идем правильно. Да и на рельсы ориентировалась, так как нам сказали, что все трамвайные пути приведут на вокзал. Потом мы все-таки отважились спросить местного жителя, который выгуливал свою собачку. Показав ему карту, мы спрашивали «Трейнстейшн?» Мне еще повезло, что Дэн хоть как-то говорил по-английски, потому что я в критической ситуации потеряла дар речи не только английской, но и русской. Когда я услышала от Дэна ответ мужчины, то начала паниковать, стараясь не показать своего испуга. Ведь наш друг сказал, что мы идем в противоположную сторону от вокзала. Мы посовещались и решили идти обратно на цветочный рынок и тем путем, которым пришли с вокзала. Благо, хоть эту дорогу мы запомнили. Двигаясь быстрым шагом мимо странной двери с запахом, от которого сразу закружилась голова, мимо ресторанчиков и магазинчиков, мы долетели до цветочного рынка. Правда, все же сделали остановку около знаменитых каналов, где Дэн запечатлел меня на фтопарад. Как говорится, «пусть хоть весь мир рухнет, но чай сядем пить вовремя». Или «и пусть весь мир подождет». Уже не доверяя своей интуиции, мы решили посоветоваться еще с одним аборигеном. Спрашивал, конечно, Денис, когда я услышала из его уст, что мы идем в правильном направлении, но до вокзала еще 30 минут, то есть автобус вот-вот уедет без нас. Я уже не могла сдерживать истерики, хотя обычно такие ситуации я переношу спокойно. Но это в России, а тут чужая незнакомая страна. Больше всего в поездке я как раз боялась отстать от автобуса. Как его догонять, по какой трассе, каким транспортом двигаться и где найти этот транспорт, в голове крутились шальные мысли, сменяя друг друга каждую секунду. Может сесть на рейсовый автобус до Гамбурга, нашего следующего остановочного пункта. А откуда он отправляется, где его найти? И вдруг в голову пришла гениальная идея, которая немного успокоила меня. Ведь мы же идем к вокзалу. Сядем в поезд на Гамбург и будем там раньше всех остальных. Пригородные поезда в Европе ходят очень быстро. А может тогда погулять еще по городу? Ведь мы толком так с ним и не познакомились. Сходили бы в музей Мадам Тюсова, посмотрели бы вечером ожившую улицу красных фонарей, и еще по магазинам можно походить не спеша. Но мы все-таки еще верили в то, что найдем ожидающий нас автобус. Мы шли, шли, шли. И вдруг я осознала, что в этом месте я уже была. Дэн сказал, что мы идем в правильном направлении, только куда теперь? Прямо или направо? Пришлось опять спрашивать. Направо и до упора, услышали мы ответ. Впереди вокзал. Я мысленно уже вспоминаю, как по-английски сказать, пожалуйста, билет до Гамбурга. И вдруг Дэн мне говорит, а вот и Аня с Сережей. Они тоже ходили под одним зонтом. А вот и вся наша группа во главе с экскурсоводом. Я не могла поверить его словам. В моей голове будто туманом застелила мозги. Среди пестрой толпы я не видела никого из наших. Я думала, что Дэн издевается надо мной и что у него начались галлюцинации. Ну, так как мы прошли и хорошо понюхали ту странную дверь. Но постепенно осознание стало догонять меня. И, о чудо, я увидела Аню, которая спокойно фотографировалась на фоне речных каналов. А рядом с ней был вокзал. И я поняла, что никто никуда не спешит. И мы не опоздали на автобус. На радостях мы начали фотографироваться с Дэном на фоне злочастного вокзала на память о наших мытарствах. С Аней на фоне голландских домиков и каналов. И еще Денис запечатлел мой прыжок полной счастья и радости около стоянки автобусов. Вот такие воспоминания остались в моей памяти о приключениях в этом чудесном гостеприимном городе. Мы сели в автобус и поехали на ночевку. Впереди Гамбург. По скрипту. Самое прикольное то, что впоследствии мы с Денисом поняли, что изначально шли в правильном направлении, но немного не дошли до вокзала. А мужчина с собачкой дезориентировал нас. Так и представляю, как он радостно потирает свои ручонки и весело хихикает над нами. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот такая вот была у меня история в Амстердаме, в котором я постоянно теряюсь. Как в первый, так и во второй раз я заблудилась в нем капитально. О том, как я ездила в Амстердам из Лондона, смотрите в этом ролике, я уже рассказывала. В общей сложности в Амстердаме я была 3 или 4 раза, точно не помню. Но все последующие поездки я уже совершала из Лондона, когда я там жила. И об этом я уже рассказывала. Про Гамбург и Берлин расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. Говорю вам до свидания. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok